Так, ну что, ребят, всем привет! В общем, ролик по поводу битка. У нас волатильность, как видим, пока что на низком уровне, но это говорит о том, что, скорее всего, понедельник, я напоминаю, она у нас может быть повышенная, поэтому вполне это ожидаемо и читаемо, потому что так каждый раз и происходит, тем более на зарождении, либо уже на истинном булране, да. Вот, по поводу эффект доминации, ну, биткоин-доминация падает, эффект доминация с BNB пока что, ну, доминация эфира на месте, BNB-доминация снижается, доминация альтов немножко подросла, может, какие-то альты могут пропампить, ну, давайте глянем в доминацию СДТ, топчется на одном месте, пока что ничего интересного не произошло. Ну, давайте глянем непосредственно, что у нас по биткоину. По биткоину, как минимум, тоже топтание на одном месте, какого-то жесткого дампа не произошло, но здесь формируется клин, который, как раз-таки, я думаю, в понедельник уже отработает в одну из сторон, вероятнее всего, он отработает вверх, как по мне, почему? Потому что толпа ожидает сейчас бритья у нас 48.50, ну, как бы, большинство, естественно, продолжает шахтить, это первый момент, ну, и, понятное дело, кто-то скажет, что, типа, ну, что ждет толпа, не дают, ну, иногда дают, как бы, как мы поняли уже, выяснили, что здесь в новостях сказали, что это дно, толпа купила, да, ну, некоторые, не все, понятное дело, большинство, может быть, ждали ниже, как я, например, но, в принципе, самый прикол, я не знал тогда, что большинство ждали ниже, это я вот недавно только узнал, перечитал различные чаты, особенно на популярных каналах, да, СНГшных, и заметил, что действительно большинство ждали 14, 12, там, 9, 8, кто-то вообще 3 ждал, или 5, понимаете, то есть я этого не читал тогда, я об этом не знал, но, как мы понимаем, что, естественно, ну, ниже пока что не дали, ну, и финальное одно, которое может быть, если будет обвал, как в марте 2020 года, ну, это надежда пока что на авось, ну, не то, что на авось, а на понижение ставки, так и было всегда 6 раз, ну, и, в принципе, я надеюсь, что история повторится, но, самый прикол, что у нас мы сходили ниже хаев предыдущего цикла, поэтому история может переписываться, как мы заметили на этом примере, ну, и, в принципе, со ставками может быть то же самое, поэтому я особо на это не рассчитывал, но, в принципе, увидеть коррекцию хотя бы минус 30%, вполне реально, Но если будет коррекция минус 50-70, как я и сказал, финальное дно может быть у нас от 18 до 21 тысячи долларов. Но это если у нас будет дамп, получается, там 60 тысяч минус 70 процентов, как раз-таки диапазон у нас около 18 тысяч может быть. Я думаю, с этим ясно. Поэтому, я думаю, в понедельник увидим мы выход из этого клина ожидаемый, который у нас там по эфиру произошел. И тоже там похожий клин был. То есть формации абсолютно все одинаковые. Вот здесь оно произошло. Я думаю, что-то подобное мы увидим. И, в принципе, сейчас формируется похожая ситуация снова. То есть, вероятнее всего, мы увидим опять подъем. Почему? Потому что, естественно, у нас еще есть что боить. Толпа не ждет резкого сейчас роста. Ну, а это могут устроить. Вот, по поводу эфира классика давайте посмотрим. Тоже у нас, как видим, аналогичная ситуация была, как по эфиру. Простерилили. Ну, и, в принципе, по 20 долларов даже сейчас это не ошибка покупать. Понятное дело, потому что я начинал, допустим, покупать эфир еще с 50 долларов. Ну, эфир классик почему? Потому что здесь это уже была скидка минус 65 процентов. И почему бы и нет, как говорится, да? Вот, первые покупки тогда совершают. Ну, и постепенно, естественно, усоединял по 25, 20, 15, 18 там и так далее. Вот. По поводу монет, что я советовал недавно. Да, это Just. Допустим, посмотрим тоже консолидация. В принципе, даже сейчас можно купить. Пока ниже не дают, как мы видим, Just Me. Если посмотреть по монете. Ну, есть еще куда идти, понятное дело. Здесь лютое накопление. Даже если сейчас купить, это не ошибка. Но имейте в виду, что это локальный такой хай уровень сопротивления. Поэтому надо быть тоже предельно осторожным. По поводу монеты Sun. Тоже монета Justina Sun. Ну, даже сейчас не ошибка купить. Понятное дело, вот здесь на этом пике не надо было покупать. Уже откат минус 15%. Поэтому не такая большая ошибка и потеря. Ну, и в принципе, вот здесь, как мы наблюдаем, здесь тоже накопление около 550 дней. И совпадений не думаю, как говорится, да? Поэтому здесь абсолютно ситуация идентичная. И рисунки тоже одинаковые. Давайте посмотрим по остальным монетам, которые я обычно смотрю. Это Новос Иос. Ну, а потом перейдем к новостям. Поборим. Посмотрим. По поводу Иоса. Понятное дело, не ошибка даже сейчас брать. Но имейте в виду, что если будет коррекция, как в марте 20-го, то мы вероятнее всего можем сходить на те же лаи, а то и их обновить. Но вопрос лишь в том, сможем ли мы, ну, насколько мы сходим вверх перед этим, да? И откуда будет откат и насколько. Но, в принципе, откат, как если по биткоину будет процентов минус 50, то, естественно, альта сходит как минимум на такие же отметки, то есть в два раза ниже, да? А то и на 60-70 процентов. Поэтому будьте к этому готовы. Может даже и на минус 90. Ну, минус 90 мало, вероятно. Потому что альта тогда падала под лог процентов 70, если брать в марте 20-го года. Но здесь слишком такой подъемчистый, да, у нас канал. Поэтому очень опасно сейчас заходить в тот же GFT, допустим. Поэтому обратите на это внимание. По чейнлинку тоже на локальном хай я бы не заходил бы. Здесь подзбрили. Как видим, сейчас опять пытаются выкупать. Далее по Солане. Ну, естественно, тут смысла на хай заходить тоже не имеет никакого. Ну, и вот эта формация запросто может сбриться. Поэтому будьте аккуратны. По поводу BNB с эфиром. Да, эфир я уже показал. Поэтому сейчас я пока не добираю. По BNB, естественно, можно ли купить? Можно. Это не ошибка. Естественно, если вы ждете там 600 баксов минимум, сейчас монета относительно на дне. Но если вы хотели, могли покупать вместе со мной 205-205 долларов. Вот здесь 205-215, и вот здесь 230. Ну, как бы, дело ваше покупать либо нет. Но имейте в виду, что когда вот через день-два у нас закончится launchpad, launchpool, вернее, по поводу ACE, он называется, то, соответственно, данную монету вероятнее всего, ну, BNB-шку сольют. Вот. Поэтому тоже будьте с этим предельно осторожны. Многие продают монету меми. Я, кстати, не продавал. Примерно мне там насыпали на около 100-200 долларов данной монеты. Ну, опять же таки, я холдю, если кто считает нужным ее прикупить. В принципе, можно сейчас это сделать еще. Но, опять же таки, будьте готовы, что ее могут еще подслить, потому что эту трендовую линию могут пробить. Это первое. Ну и второе. Я все-таки держал бы как минимум на 5-10 иксов данную монету. А тогда уже можно будет на блогане сливать. А сейчас, ну, не знаю, такое себе, как по мне. По поводу Ады Кардана. Естественно, тоже тут локальные хаи. Заходить сейчас не нужно, потому что монета уже дала здесь 3 икса. И лучше дождаться более весомой коррекции. А покуда вы заходите на хаях, ну, прокатываться будете сами знаете на чем. Без обид, но так оно и есть, потому что большинство сидят. Сидят, что-то думают. Ну и, кстати, график похожий чем-то с Ады Кардана. Вот давайте глянем. Барс Паттерн. Вот здесь скопируем. Соответственно, переносим на Ады Кардан. Заходим. И здесь графики чем-то похожие, мне кажется. Вот здесь берем и расширяем. И, соответственно, смотрим, что у нас происходило. Ну, вот смотрите, один в один практически. То же самое формация. Просто один в один. Смотрите, здесь упали. Проконсолидировались. А я напоминаю, что Ада Кардана, что Алгорент у нас CBDC криптовалюты. Ну и, в принципе, если проследить корреляцию, как мы видим, здесь даже то же самое. Видите, мы простояли, поболтались, бум-бум. И погнали потом наверх. То есть одинаково абсолютно. Абсолютно одинаковые движения. Потому что киты, скорее всего, одни и те же. Вот. И даже дно сформировало как-то похоже как Алгорент, так и Ада. Смотрите, вот здесь днище. Было то же самое сформировано. Вот. И как раз таки я напоминаю, что мы спустились ниже отметок марта 2020 года. Многие сказали, что типа, то нахер покупать этот скам. А как только монета отскочила на 2,5 икса, уже не скам, да. Вот. Ну, то есть поведение людишек абсолютно читаемо, предсказуемо и ожидаемо. Поэтому, ну, как бы, надо быть готовым заранее. Кто хотел, тот покупал. Поэтому, надеюсь, вы в плюсе. Но продолжаю я рекомендовать, что надо холдить. Вот. По поводу, соответственно, Тетет и Фьюэл. Данные две монеты я тоже рекомендовал неоднократно. Как минимум, пока ниже их тоже не пускают. В принципе, понятное дело, кто-то скажет, даже сейчас не ошибка покупать. Никто ж не спорит. Но почему бы не покупать на донных отметках, а не ждать, пока монета выстрелит, а потом сидеть и говорить, ой, блин, я не успел. Ну, как бы, кто успел, тот усел, да, что называется. Далее, Zcash. Давайте посмотрим, что по Zcash у нас происходит. Zcash тоже самое. Откатик небольшой был здесь на те же, там, сколько, 15%. Ну, можно ли докупить сейчас? Да можно. Никто не говорит, что это, там, плохие отметки, отличные. Вот. Но имейте в виду, что если будет все-таки там март 20-го года, ну, если вы вообще не закупались, понятное дело, надо покупать. Если вы закупались и ждете ниже, либо, ну, хотя бы те же отметки, либо ниже, то, понятное дело, лучше подождать. Ну, это мое видение, вот. А там ждать, либо нет, это уже выбор принимает каждый сам. По йоте я сейчас не докупаюсь, потому что, ну, как бы, для меня дороговато. Мне бы в идеале сходить хотя бы центов 20, тогда можно начинать таять. Ну, а сейчас, после пампа, тем более такое. Ну, вот, Anthology тоже самое можно взять. Многие спрашивали, там, допустим, китайские монеты по искусственному интеллекту, что взять, ну, допустим, тот же Neo. Вот, но Neo тоже тут локальные хаи какие-то, Qtum тоже китайская монета. Многие спрашивали, там, за что-то остальное по типу CFX. Ну, давайте глянем. Ну, вот, Qtum тоже самое. В принципе, Qtum вот можно взять. CFX. Ну, CFX монета такая, давала иксы уже. Можно ли взять сейчас? Да можно, но, не знаю, я смысла особого не вижу. Может быть, она что-то и покажет. Ну, давайте глянем, сколько она потолок может показать, если сходит сюда. Ну, 5-10 иксов. И то, как бы, есть куда более перспективные монеты, как по мне. Вот, аэйф, многие тоже спрашивали. Понятное дело, тут было движение. Многие там уже обрадовались, потому что они там на спекуляциях что-то зарабатывают. Но это все хей, потому что, когда мы заходим в данную монету, даже если вы покупали, допустим, в середине канала, и дождемся пиков, там, 25-го года, это где-то около, там, 7-8 иксов можно будет забрать. Поэтому данную монету я рекомендую держать. Да, можно будет забрать, я рекомендую держать. Вот так вот я заэйфмовал. По поводу компаунда, тоже отличнейшая монета. Сейчас можно брать, я считаю, можно. Ошибкой это не является. Но имейте в виду, что, понятное дело, вы не заходите по лучшей точке входа. Но если сидеть выцеживать, ну, если вы вообще не покупали, понятное дело, сейчас это вообще хороший момент. То есть вы закупаете в середине канала, не на хаях. Поэтому никакой проблемы тоже я не вижу. Вот, по поводу, что еще? Мейкер, да, давайте посмотрим. И суши с Юнисвапом, и кейк еще. Вот, по поводу мейкера. Ну, мейкер я не покупаю. Для меня лично дороговато сейчас покупать. Всего лишь коррекция здесь на те же 20%. Да, это неплохой откат, но, по большому счету, сколько я тут заработаю? Здесь около 5 иксов, если хаи 21 года. Ну, для меня это слабовато. Если вот здесь, да, надо было покупать. Но, опять же таки, я ждал глобального снижения по всем альтам. Но, как минимум, мейкер пошел на опережение. То есть, покуда у нас альты в октябре отрисовали финальное дно какое-то еще раз, то у нас мейкер полгода рос все это время. Понимаете, я отрос, он здесь уже там на 2,5 почти 3 икса. Не знаю, ну, поэтому я этого не ожидал. Потому что монета такая тяжелая, как и компаунд. Но, в принципе, как мы видим, она показалась раньше по сушам. Ну, понятное дело, прикупить-то можно даже сейчас, если вы вообще не покупали. Но, в идеале, конечно, дожидаться более низких отметок. По Uniswap аналогичная ситуация. Поэтому, я же говорю, если вы вообще не покупали, конечно, надо таять. Но, если вы, ну, как бы сидели на жопе ровно и чего-то ждали, ну, это ваши проблемы сугубо. То есть, я говорил докупать, и это можно было сделать вот здесь. Ну, кто хотел, тот это сделал. Кто нет, ну, не знаю, чего вы ждете или ждали. Ну, то есть, люди чего-то ждут, а потом рост видят. И такие деньги появляются, и время, и желание покупать. Ну, то есть, абсолютно одинаковая ситуация. По Uniswap можно ли купить? Можно. Ну, вот как раз-таки откатик тут произошел на те же процента 8. Естественно, в идеале надо было вот здесь покупать. Ну, понятное дело, что постфактум все очевидно. Но даже сейчас 10-20 иксов по данной монете, я думаю, вполне, если достигнем пика 21 года. По кейку стоит ли сейчас брать? Я кейк сейчас не беру, потому что здесь, ну, такая вот формация непонятная, что можем мы еще вполне не то, что прям сходить ниже сильно, но надо иметь в виду, что в любом случае покупать на каком-то, ну, локальном хае после пампа, ну, как по мне, опасненько, да? Ну, тут уже решение, я же говорю, каждый сам понимает, когда ему закупаться. Если вы вообще не таялись, конечно, это можно сделать, но принимайте к сведению, что если монета укатается, не говорите, что я вас не предупреждал. Поэтому надо быть готовым ко всему. Вот. По поводу, соответственно, что у нас будет дальше происходить, я, естественно, жду по рынку продолжение движения наверх, вот, в том числе, может быть, по альтам, а потом жесткое укатывание. Почему? Потому что, естественно, толпа ожидает перехая, чуть ли не в этом году, но по факту толпу перед хаулингом обычно прокатывали во все времена, тем более на понижении ставки, которая может быть уже в январе, ну, потолок в марте, я думаю, это может успешно все сложиться, да? Вот. По поводу Юфи, как мы видим, монета не скам, хотя вчера об этом говорили, негативу налили, но даже сейчас, я считаю, можно ее прикупить, и вот после пампа минус 50% коррекция, почему бы и нет, что называется, да? По поводу, что еще я хотел показать? Серви, да? По поводу монеты Серви, как мы наблюдаем, даже сейчас, если вы вообще не закупались, можно ее прикупить, естественно, вот, после откатика небольшого, как раз-таки можно в минус 15% ее взять. Вот. По поводу новостей давайте. Индекс страха и жадности у нас находится на уровне сейчас 67, но, опять-таки, страха какого-то я не увидел, потому что как-то такового падения мы не увидели. Если глянуть здесь, 68, ну, то же самое на хаях все находится. По поводу, соответственно, ликвидации, давайте посмотрим, что у нас здесь образовалось. Получается, ланги у нас подсбыли, естественно, биток, эфир, все остальные монеты толпа покупала и хотела, ну, заработать, но по факту всех побыли. Вот. По поводу Шибаину, да, у нас сжигает токенов на сумму более 1 миллиона долларов, ну, и, в принципе, Шибаи у нас продолжает функционировать, функционировать, и, как мы понимаем, что в долгосроке данная монета может себя показать. Далее, потом гигантские капиталютные киты начали продавать биткоины. Вчера у нас был негатив, естественно, ну, и, как мы понимаем, продали, соответственно, 10 тысяч биткоинов на сумму 427,5 миллионов и начали избавляться от монет 10 декабря перед падением цены. Ну, и, как мы понимаем, это нам стало понятно постфактум, ну, и специально вчера нагнали негативу, ну, а, как мы видим, сегодня уже все это откупается, движение может быть продолжено вплоть до 50, может, даже до 60 тысяч, о чем я неоднократно уже рассказывал. Поэтому надо быть к этому предельно готовым и, соответственно, адекватно воспринимать ситуацию. Если вы неадекватно воспринимаете, то вы думаете, что будет только так и никак иначе. Всегда надо смотреть в обе стороны, да, рассматривать все сценарии, потому что, если ты готов ко всему, то ты заработаешь. Если ты видишь и как баран упираешься только в одно, то, соответственно, ты будешь терять. Я думаю, понятно. За счет покупки телефона Solana, Saga, да, можно заработать прибыл в 270 долларов. Ну, и, получается, десятикратный рост, хотя перед этим они рассказывали, что, соответственно, у них там недостача по продажам, да, может, это специально негативчику на коррекции вкинули и говорили, что 10% от продаж, ну, а по факту, как мы видим, у них продажи типа в 10 раз выросли, потому что Solana же растет, да, и говорят, что распроданы будут до Нового года. Ну, и, естественно, давят на то, что вот Новый год, давайте покупайте, вы же как раз-таки хотели новогодний подарок, ну, и Solana Mobile телефон стоит 600 долларов, да нахуй он нужен, реально. Вот, то есть покупка гаджета сейчас приносит прибыль 270 долларов. Типа у них маржа 50%, ну, как-то слабенько. Вот, и курс бонг начал стремительно расти, естественно, ну, и, как мы понимаем, типа за Solana там что-то бонг можно было приобрести, ну, как мы понимаем, естественно, это замануха для олухов, для того, чтобы они покупали данную монету. Ну, и как только монету начинают листить везде, где только можно, на том же Binance, говорят, что залистят, залистят там на еще каких-то биржах, ну, как мы понимаем, вот у нас были пиковые отметки, да, я говорил, фиксироваться вот здесь, монета еще там дала 2,5 икса, но, как мы понимаем, в идеале надо было еще, можно было вчера выйти, да, и сегодня, если вы еще не фиксанулись, ребят, я настоятельно рекомендую, потому что это уже с дна около там 125 иксов. Если вы жадничаете, ну, соответственно, потом будете продавать нападений, как и большинство хомячков. Самое интересное. Вот, потом, соответственно, у нас за Litecoin, помните, говорили, это там что-то, никто его не покупает, сайтхолдеров стало намного меньше, мало их там и так далее, регистрируют беспрецедентную сетевую активность. Ну, и, как мы видим, даже сейчас, кстати, Litecoin у нас, говорит, активность увеличилась на 6%, за прошедшую на 16%. Ну, и, по сути, рекорд на уровне хэша, и я напоминаю, что Litecoin, это у нас форек биткоина работает на Proof of Work, поэтому Litecoin обязательно у нас к ознакомлению, обязательно нужно его брать, даже сейчас это не ошибка, понимаете, если вы вообще не та или но, опять же таки, кто хотел, мог со мной купить по 60 баксов и по 50, я это говорил и в 22 году и в 23 году, поэтому, ну, кто успел, тот и сел. Но, в принципе, может быть и дадут еще эти отметки, но, опять же таки, надеяться на авось не будем, если кто вообще не покупал, то можно делать это сейчас. ADA прогнозирует рост у нас на 143% из-за интереса к стейкингу в сети Cardano. Ну, по сути, нам говорят, что типа будет рост в 2,5 раза, ну, то есть это примерно 150% и это где-то 1,5 доллара. Естественно, мы понимаем, что, вероятно, в ближайшее время этого может не быть и, конечно же, на хаях сейчас заходить не надо, это может быть просто тупо загон. По поводу нерв протокола то же самое, как минимум на хаях у нас монета находится. Далее, Avalanche, многие там прогнозируют, что у нас там будет 50 долларов, будет у нас там 70, кто-то говорит, уже 100 долларов в новостях у нас выходит. Ну, мы же прекрасно понимаем, что это загончик толпы рабов системы для того, чтобы они покупали. Ну, конечно же, мы на это не ведемся, мы не лохи, да, что называется, а адекватные люди, которые понимаем, как работает этот рынок. Покуда толпа будет покупать по свои там 100 долларов или даже если достигнет цена, то мы покупали по 8-10 и уже забрали в моменте около 5 иксов, поэтому я почему и говорю, что не надо фиксироваться, надо холдить. И когда начнется бурлан, самое минимальное, это 5 иксов монеты будут давать, ну, а покуда вы там занимаетесь вот этими спекуляциями 50-100% или 10%, то упускаете потенциальные иксы, о чем я и говорил, что они будут и есть и будут, поэтому по атому многие спрашивали, стоит ли покупать сейчас. Ну, как бы, если вы вообще не покупали, конечно, можно сейчас взять, никто ж не спорит, даже сейчас это просадка минус там 73%, но самое интересное, что на данном этапе монета уже отскочила от относительного дна здесь на 70%. Я не знаю, чего вы ждали, почему вы телились, ну, то есть, многие сидят ждут чего-то, телятся, а потом жалуются, что, блядь, я там не успел и так далее, ну, а кто тебе мешал закупаться, я не знаю, то есть, никто не мешает этого делать, вы сами себе мешаете, то есть, сидите чего-то ждете, блядь, а потом думаете, что, ебать, монета улетела без меня, ну, я не знаю, то есть, люди, ну, я не знаю, ведомые своими инстинктами, эмоциями, особенно в рынке, ну, то есть, они в жизни с ними совладать не могут, а в рынке так тем более, поэтому, и самое интересное, ну, большинство, естественно, будет покупать на хаях, когда уже монета 5-10 иксов даст, а даже те, кто фиксанули там свои несчастные 50-100%, они будут закупаться на хаях, потому что, ну, им неприемлемо слышать такое, что, как это, монета покажет больше иксов, ты что, я же там сейчас заработаю в моменте и перезайду ниже, ну, да, перезайдешь ты повыше, дружище, вот, поэтому компания у нас, First Trust, подала заявку на запуск буферингового Bitcoin ETF, конечно же, ну, и типа того, что говорят, что если потеряю о цене 35%, то фонд уйдет на 5%, ну, и типа того, что это какая-то защита, такая своеобразная гарантия, да, как люди любят, вот, какие криптоюты могут принести прибыль в 2024 году, конечно же, когда она, ну, естественно, да, понятное дело, 2,5x ждала, надо же покупать, Solana, ну, то есть 10x дала, надо же покупать, вот, Solana, XRP, но вот XRP, кстати, многие недооценивают его, вот, что еще, ну, и в принципе все, почему же XRP, давайте глянем, это юридическая ясность, ну, юридической ясности там еще далеко, в декабре заявили, находимся на правильной стороне закона, ну, и получается в 2024 году может вырасти в цене, и в принципе, как мы понимаем, инвесторы уверены, что токен не является ценой бумагой, ну, XRP, вот, кстати, мало кто, ну, и подумает, так, какой там XRP, я лучше Кардану или Solana куплю, то есть на это, скорее всего, расчет, вот, потому что они-то уже РОС показали, а XRP это же скам, да, как многие говорят, ну, я уже рассказывал, 6 причин и 6 железных аргументов, почему XRP будет себя показывать в РОС, да, и будет развиваться его технология CBDC, вот, поэтому обязательно посмотрите, недельное закрытие шибы выше этого уровня может привести к бычьему прорыву, ну, и по сути, нам нужно подтолкнуться, получается, выше 11, ну, и после этого мы улетаем, ну, по поводу шибы с доги я уже неоднократно рассказывал, кстати, по самоеду меня спрашивали, стоит ли фиксироваться, я сказал, да, и лучше фиксироваться, ну, большим объемом, и не жадничать, понимаете, то есть многие пожадничают, и потом будут сидеть кусать локти, потому что вчера был памп, ребята, монета дала здесь в моменте около там 6 иксов, поэтому, если вы не фиксируетесь, ну, особенно в таких щитках, которые так резко пампятся, если вы додержали до этого момента, либо были в минусе, выходите, ребята, не надо ждать ни 10 центов, ни 20, ни доллар, как многие ждут, ребята, не надо, не надо вам этого делать, почему, не потому что я вас отговариваю, мне завидно, что вы заработаете, да мне похуй абсолютно, вот, но самый прикол, на пике, да, она стоила 25 центов, некоторые доллары ждут, но вы понимаете, естественно, монета может себя показать, и может быть на булгане, она-то и может и перехай сделать, никто не спорит, это 10 иксов с текущих, но, если вы пожадничаете, монета может скомануть, и все, лучше купите на эти деньги, реально, фиксаните самоеда, и закупите доги с шибой, эти монеты гарантированно, я считаю, дадут, относительно, опять же таки, гарантированно дадут, те же там, 5-10 иксов, почему бы и нет, вот, поэтому, если посмотреть, вот здесь накопление тоже 580 дней, совпадение не думаю, то есть киты одни и те же, как мы наблюдаем, и все откупает искусственный интеллект, роботы там, ну, я думаю, понятно, и по сути, как минимум, по шибе тоже у нас 580 дней, поэтому 5-10 иксов, в легкую, я думаю, монета покажет, поэтому, если они показывали до этого, там, ну, десятки, сотни, а то и тысячи иксов, то есть сейчас показать жалкие 5-10 икс, это вообще пыль, как по мне, поэтому будьте к этому готовы, если вы считаете, что это скам там, и ничего они уже не покажут, это ваше право, ну, так считать, но имейте ввиду, что эти монеты себя проявят, также я уже неоднократно советовал, там, Элис с ТЛМом, кто считает, что это тоже скам монеты, ну, флаг руки, барабанная шея, никто же спорить не собирается, вот, данные монеты, как минимум, себя еще проявят, и покуда толпа их не покупает, и про них даже не знает, даже большинство блогеров, ну, слава богу, да, и, как говорится, пускай они покупают, а мы на них заработаем тоже иксы, то есть даже Алису, если вы купите с текущих, то здесь вы заработаете, там, ну, ХАИ 25 года, это 20, 25, может даже 30 иксов, понимаете, ТЛМ, ТЛМ тут вообще лютая тема, каждый день разработки, что по Элис, что по ТЛМ, то есть, и всю медвежку, они продолжали их делать, даже сейчас, если вы купите, ну, там, 2 икса она отскочила, и вернется она обратно сюда, там, на те же хотя бы 90 центов, потому что доллар, мы знаем, не дают, но вот 85, 50 иксов, здесь монета может дать, если вот сюда, 350 иксов, понимаете, 350 иксов, здорово, 350, еще раз, хорошо даже, 50 иксов данная монета даст, вы вкладываете 100 долларов, получаете 5000 долларов, это хуйня, да, то есть, это слабо, да, это не иксы, вот, ну, то есть, и вы понимаете, что эти монеты могут и больше показать, потому что та же там Солана, это уже, ну, прошедший поезд, и она там лютые иксы не даст, как многие думают, или, соответственно, Манасенд давали такие иксы, понимаете, то есть, и Доги давал, и Шиба давал, но вот эти монеты как раз-таки могут быть потенциальные гемы, понятное дело, да, тут какие-то локальные хрины, но даже сюда она восстановится, 4 бакса, это уже будет 30 иксов, здесь это может быть порядка 100 иксов, то есть, понятно, да, пока многие их недооценивают, я за эти монеты говорю, ну, мало кто прислушивается, но это и хорошо, потому что потом эти люди послужат ликвидностью на хаях, ну, никому не запрещал это делать, но для меня это слабенькая просадка, то есть, мне интересны просадки вот вот такие, хотя бы там процентов по 40, по 50, по 70, тогда да, вот, ну, и в принципе, можно было здесь откупать, я их тоже советовал, уже вы в плюсе на 2 икса, и в принципе, в потенциале 5-15, может даже 20 иксов, та же Мана с Сендом, они еще раз могут показать, вот, поэтому тоже будьте к этому готовы, и так как мы знаем, что они ходят одинаково, то это более чем реально, по поводу монеты ERN, помните, я тоже советовал, даже сейчас, можно ее взять, понятное дело, она там чуть-чуть подскочила, но это все хуйня, то есть, одна она показала 40%, даже сейчас, понятное дело, она может откатиться еще и так далее, ну, то есть, 5-10 икс, я думаю, она себя покажет, помните, вот, поэтому, думаю, с этим понятно, что еще такое интересное, ТКО, давайте глянем, вот тоже монеты, вот ТКО, кстати, тоже монета на 50-100 икс, я считаю, вот, тоже здесь накопление, как мы понимаем, тоже эти пресловутые 580 дней, уже всех они подзаебали, да, но, в принципе, как мы понимаем, ожидаемо, и вот здесь, сколько можно забрать, вот, если она вернется вот сюда, те же там 15 иксов, здесь это 30, ну, и потом пошло-поехало, то есть, монета может себя проявить, как в Азерекс, я отдаю вам, вообще, вот многие спрашивают, что покупать, ну, вот монеты, понимаете, но многие их не купят все равно, понимаете, то есть, они скажут, да, ты какую-то хуйню рекомендуешь, вот 100 иксов монета давала, я считаю, тот же ТКО может хотя бы, ну, минимум, те же там 10-20 иксов показать, ну, а то и 50, понимаете, то есть, если не покажет 100, то показать хотя бы те же там 10-20 иксов, более чем реально, это слабо, я считаю, это не слабо, та же в Азерекс, тоже совпадение, да, что здесь она у нас стоит, в накоплении тоже 580 дней примерно, да, может чуть больше, чуть меньше, вот, понятное дело, здесь с относительного дна уже она там 2 икса отскочила, но даже сейчас, даже сейчас, если вы ее купите, понимаете, вот здесь, то, соответственно, вы тут заработаете, вот здесь это 20 иксов, здесь это порядка 30-40 иксов, думаю, понятно, сейв пал, да, тут монета вниз не идет, Binance ее люто откупает, люто холдает, то есть, как мы видим, дно она какое-то сформировала, здесь накопление у нас, давайте же угадаем сколько, наверное, не 580 дней, тоже 580 дней, блять, какие совпадения, да, вот, поэтому уже смешно, что называется, поэтому, на данном этапе, одна она отскочила, где-то 2,5 икса, но даже, если вы, понятно, тут кто-то скажет, ну, небезопасно покупать, потому что тут локальные какие-то хаи, естественно, но прикол-то в чем, что данная монета, как мы понимаем, сейчас вот здесь мы проведем нормальный уровень, то есть, мы ее в закрытом клубе, хоть и начинали покупать вот здесь, почему, потому что здесь была уже просадка минус 60%, я не считаю это ошибкой, потому что здесь я ждал от 10 долларов и выше, я уверен, что она себя еще покажет, то есть, здесь мы подкупали данную монету и будем подкупать, и вот здесь вы подкупали на вот этом накоплении, то есть, естественно, данная монета, это тоже очень недооцененный проект, и есть аппаратный кошелек у данного проекта, ну, то есть, многие даже не знают, что есть такой проект, как сейвпал, понимаете, то есть, тупо не в курсе даже за него, знаете, ну, как мы видим, киты, естественно, данную монету копят, ну, давайте уберем отметки листинга, просто вот отметем, и вот здесь посмотрим, ну, вот у нас киты копят, Если глянуть полный график, ну давайте посмотрим Вот у нас здесь на днище они копили То есть примерно, даже если вы купите с текущих Сколько вы заработаете? Здесь вы заработаете примерно 5 иксов Да, это может немного, но монета может показать 5-10 иксов То есть пока ее недооценивают Пока за нее не знают даже То есть люди адекватные такие, как мы Киты будем покупать Вот по поводу 1 инча, если вы вообще не покупали Сейчас даже, что он отскочил 1 там 60% это все херь Потому что 1 инч тоже каждый день продолжает Разработки, каждый божий день, понимаете Вот, соответственно, здесь восстановление Листинг 3 икса, здесь это около Там 10 иксов, здесь 20 иксов Понимаете, то есть данные монеты Себя проявят, покуда вы Не покупаете данные гемы, кто-то считает Что 1 инч это уже скам, ну, как бы Флаги руки, барабан на шее Пускай считают, поэтому Покуда мы там заработаем здесь, откупив на дне Около 30 иксов, а если перехай Еще сделать, то вообще забей, понимаете, то есть Там 50-100 иксов может быть Ну, опять же таки, я не претендую, что это 100% Так и будет, но вероятность имеется Таковая, поэтому, ну, то есть, будьте к этому Готовы, покуда вы скептически К чему-то относитесь, эта монета может показать Иксы, а потом, когда вы будете заходить Вот здесь вот тоже, уже будет поздно, понимаете То есть тогда уже надо выходить, ну, как бы Дело каждого, смотрите сами Ну, вот, если посмотреть даже по объемам, давайте посмотрим Где у нас киты копили, вот снизу Здесь копили, понимаете, а если взять Вот здесь, ну, давайте, соответственно Киты где копят, ну, вот на этих нижних уровнях Поэтому ничего абсолютно удивительного здесь Нету, так оно и есть, понятно Понятно, понятно, ну и, как бы, естественно Загоняют в одни и те же монеты Поэтому, далее, консолидация биткоина в широком диапазоне Призывает к осторожности, ну и, в принципе Говорит, что у нас индекс товарного Канала упал в минус 71 Вот у нас скользящая средняя, ну и типа того, что может У нас быть сопротивление И коррекция может быть чуть ли не 35 тысяч Ну, помните, там 36 нам говорили, 36 500 Ну, по сути, этого не было, сейчас мы Попробуем дальше наверх. Пара пенсионеров Вложила все сбережения в биткоин и эфир Ну и, по сути, учительница 61 год Преподаватель 57 лет И говорят, что чистая прибыль составляет 48 тысяч долларов в год То есть, по факту, это где-то 5 тысяч долларов в месяц В среднем И говорят, что на данном этапе Они вложили 900 тысяч долларов в биткоин И эфир, я так понимаю, 194 тысячи А также 150 тысяч у них есть в наличных Ну и, по сути, для нас это похоже на бомбу Замедленного действия, которая подвергает нас опасности Потерять эти с трудом заработанные средства Но, если вы не принимаете решительные меры Как можно скорее? Ну, я не знаю Типа, если вы так труситесь за свои бабки Которые заработали кровью и потом Но зачем тогда вкладываться вообще в криптовалюту? Мне непонятно Ну, то есть, если вы так ссыте То, ну, зачем в нее заходить? Ну, а если вы хотите рискнуть, чтобы заработать Тогда да Но, опять же таки, как я говорил Всегда в крипту вкладывайте свободные бабки Вот у нас Ares Energy купит битмейн 8380 биткоин майнеров На сумму 22,3 миллиона долларов То есть, опять же таки, майнеры продолжают покупаться И все с целью для того, чтобы завладеть большим количеством биткоинов Ну, это уже признак бычьего рынка Ну, по крайней мере, зарождающегося То есть, уже медвежка пройдена, ребят Если кто не понял И у нас, если будет дамм 2020 года То долгой медвежки там не будет То есть, мы там постоим на днище максимум неделю Я думаю, ну, потолок пару месяцев От недели до месяца Двух И после этого полетим уже на тузумун На перехай и так далее Сейчас, я думаю, это навряд ли будет Поэтому после халлинга Ну, вернее, после, может, или перед халлингом Могут еще трюхануть Поэтому будьте готовы Далее у нас аналитики увидели потенциал Для роста биткоин-протоколов Ну, естественно, то есть, макроиномические условия И, естественно, у нас рассказывают Что вот у нас там такие, как биткоин Орди Имеют значительный потенциал роста курса Ну, то есть, естественно, Орди у нас потенциал роста курса Ну, совпадение, да, что загоняют именно в данную монету Когда уже она там отросла На те же там, сколько она там показала 10x, да 10x монета отросла Может, даже 15 И, конечно же, на хаяк в данную монетку загоняют Типа, давай-давай Вот, Энтони Помплиано говорит, что биткоин определенно находится в новом бычьем цикле Естественно Вот, и говорит, что новый рост только подтверждает фарк начала бычьего цикла И говорит, что в предыдущих циклах составлял рост сотни процентов Да, а коррекция достигала 80 Сейчас все думают, насколько высоко может подняться биткоин Не знаю, кто все Я не все лично Вот, ну и, по сути, говорит, так же же ETF еще одобрит Поэтому биткоин тем более улетит Мемкоин Бонг взлетел в цене на фоне листинга на Binance и Coinbase И напоминаю, что обычно, когда листинги, у нас уже финалочка по движению И говорят, что токен подражал на 10 тысяч процентов Ну, это где-то 100x Ну, и, по сути, у нас говорят, что 14-15 декабря у нас провела листинг монеты на Binance Ну, как мы понимаем, пока что я что-то не заметил листинг данной монеты Если открыть вот у нас Бонг, то ни на Coinbase, ни на Binance я не заметил Ну, может быть, Бонг и USD мы можем найти Ну, на Coinbase вот у нас, получается, листинг, получается, я так понимаю, произошел, судя по всему Ну, и Бонг, не знаю, там, кто рейдской лерии, может, у нас произошел на Binance Но давайте, ради интереса зайдем к крипто, Binance, Бонг Как минимум, Бонга здесь нету То есть на Binance пока ничего не залищено Может, это и фейк новости для того, чтобы толпу загнать в данную монету Вот, потом у нас ФРС сохранил ставку Биткоин и эфир начали дешеветь, естественно Ну, и типа, предпочитают политику ожидания Ну, и, как мы понимаем, что снижение ставки приведет нас к падению Минимум 30%, а то и 70, да, понимаете Особенно по поводу того, что крипта сильнее падает Ну, и вот у нас говорят, что Бонг сыграла роль связи с Solana Я думаю, разработчики у нас объединились Ну, и, по сути, у нас порог стоимости 8 долларов выросла более чем на 400% Ну, и, конечно же, как только у нас там начали рассказывать про Solana Ну, в нее тоже рабы системы подключатся, чтобы ее закупить на хаях Вот, сети Arbitrum, которая многие говорят, что она там такая надежная Произошел сбой Вот, поэтому я и говорю, что сеть это еще сырая И 15 декабря прервана более чем на 60 минут А производительность сети снизилась из-за проблем с секвенсором каким-то и каналом Вот, и это серьезный сбой События породили хаос, замешательство Ну, и, может быть, это вброс, не знаю Но, я так понимаю, все-таки у нас пауза была Ну, и, как мы понимаем, они же говорят, что вот у нас там Layer 2 Все дела на базовый блокчейн эфира Ну, и предыдущий сбой был зафиксирован в июне Также из-за технической ошибки образовалась очередь из необработанных транзакций Поэтому сеть еще сырая И, как мы видим, ну, на данном этапе какие-то там переводы Надо из 70 тысяч востребованных ARB В пользовательском контракте на получение токенов Ну, и, по сути, Arbitrum Имеет ли смысл покупать? Имеет, ну, как высокий риск, потому что проект еще сыроват И на данном этапе монета плюс 40% Да, сейчас можно ее покупать, никто же не спорит Но имейте в виду, что данная монетка еще Ну, не надо торопиться с выводами Что все, она уже себя там проявила, зарекомендовала и так далее То есть многие сейчас опрометчиво будут такие монеты закупать Но по факту нужно держать себя в руках И понимать, что просадка может быть неизбежна Даже по такой монете, как Arbitrum Вот, ну, и, естественно, нам рассказывают Что вот, конечно, спотовый ETF подтолкнут курс биткоина к ляму Ну, то есть уже начинаются разговоры за лям Чтобы толпа, конечно, не продавала Многие думают, ну, не лям, так 500 тысяч, да Ну, и, по сути, в 2017 году говорили то же самое В 2021 году, поэтому никакого ляма не будет Я думаю, это все очевидно Потом у нас 6 альткоинов, которые у нас надо следить, естественно В этом году Это у нас Коти, я так понимаю Матик, Ву, Вет, Юня могут взорваться в 2024 году Никто не спорит, что эти монеты могут взорваться Там Бэнд, вот, ну и многие другие Но, опять же таки, они сейчас на локальном каком-то хае Вот, по поводу Бэнда, кстати, у меня, по-моему, спрашивали в комментах Давайте все-таки посмотрим данную монету Я, кстати, помните, снимал ролик, что запартнерилась она с Айплом От относительного своего дна Она здесь показала, сколько получается, плюс 60% Ну, даже сейчас, не ошибка ее купить Если посмотрите, она в накоплении тоже 580 дней Ну, 5-10 иксов тоже монета может показать Поэтому будьте к этому готовы Я думаю, понятно Ну, а по остальным монетам тоже наблюдаем По поводу запуск крипто ETF 24-го Биткоин к январе, эфир ждет май Помните, у нас рассказывали Ну, и типа того, что дебютировать уже в мае эфир ETF Ну, и как мы видим, это все перенесли Поэтому по биткоину тоже перенесут Ну, и это было 26-го октября Ну, и давайте откроем график эфира То есть ради интереса посмотрим То есть у нас за 2 недели до этого было относительно одно Ну, а 26-го октября Давайте посмотрим, что у нас было Это было где-то вот здесь Вот у нас небольшой вынос топов произошел Ну, и по факту здесь можно было тоже на днище закупиться Эфир уже с тех времен отрос здесь на 50% практически Давайте глянем далее, что у нас Следующая новость у нас была 28-го октября Эфир достигнет 10 тысяч долларов Быстрее, чем люди ожидают И, по сути, говорит, что на данном этапе есть все основания для этого И прибавил 21%, 2000 Ну, и, по сути, вот у нас там торговался на такой цене И, естественно, вот же там же и ETF-ы примут Фундаментальная ценность у него имеется Ну, и по факту мы же понимаем, что это загон толпы На хаях для того, чтобы она покупала Ну, и давайте глянем, что же у нас было 26-го октября Здесь у нас, получается, что у нас было Тоже здесь консолидировались на одном месте Ну, и, как я говорил, естественно, торопиться с выводами не нужно Вот Далее, получается, путь Эфир может быть очищен до 2200 То есть, по сути, мы понимаем, что, говорится, на данном этапе Можем спуститься в диапазон 1800-2200 Ну, и специально толпу обосрали 31-го октября Давайте посмотрим, что у нас было Это, скорее всего, было какое-то падение Вот здесь незначительно Ну, и, по сути, консолидация для того, чтобы толпа не покупала Ждала ниже и говорят, ну, или имеется в виду, что выше 2200 подлетит Да, подлетело Никто ж не спорит Ну, и потом выходит новость Провышение выше 1850 будет бычьим знаком 3-го ноября выходит у нас данная новость Ну, и давайте посмотрим 3-го ноября Конечно же, у нас вот здесь вот еще подзаманивали Ну, и, в принципе, 1850 Да, мы закрепились И многие увидят на этом издании, что, да, новости отрабатывают Надо верить Ну, а как мы понимаем, что если несколько раз что-то отработало Там больше, чем 2-3 раза Ну, 2-3 раза хотя бы тут толпа Конечно же, у нас, ну, начинает верить данному изданию И уже понимая, что все правдиво, надо верить Ну, а потом в следующие разы могут наебывать Ради того, чтобы, ну, не конкретно данное издание А вообще в целом, ну, то есть, СМИ, киты там могут это все обманочку делать То есть, несколько раз дали конфетку, прикормили, что называется А потом бэм, и засадили, да, во всех смыслах Ну, и, по сути, вот у нас, кстати, еще арбитр возвращается к нормальной работе После воименного сбоя То есть, уже все нормально Вот, потом ралли эфир на фоне подачи заявок ETF 10 ноября месяц назад Следующая остановка 2 500 Вот, видите, то есть, месяц назад еще закладывали вот эти ожидания Типа, ну, там, 2 500 Вот, вот здесь У нас, конечно же, на вот этой зеленых свечах Вот здесь рассказывали Ну, потом, естественно, на этом фоне сделали коррекцию Минус 10%, что толпа обосралась Ну, и 2 500 Ну, а, как мы понимаем, здесь у нас было 2 403 То есть, круглые отметки, что делают, не дают Я думаю, понятно Ну, и, конечно же, у нас перед этим рассказывали Что курс превысит без особого сопротивления 2 500 И вот у нас было 10 числа И потом 12 Ну, и, конечно же, толпа хомячков на это повелась Конечно же Ну, и вот здесь, как минимум, вот 2 500 без особого сопротивления Хуб еще откат То есть, для того, чтобы, во-первых, побрить толпу Ну, и для того, чтобы заложить ожидания, когда мы туда придем Потом эфир готовится к скачку внутри восходящего треугольника Может ли он достичь 3 500 долларов? Ну, естественно То есть, у нас рассказывалось это 13 ноября И 13 ноября, в принципе, у нас еще мы стояли вот здесь Ну, и потом бум Еще одно падение То есть, еще лонгистов побрели Ну, и 3 500 тоже круглая отметка То есть, уже поняли Помните, рассказывали 10 тысяч у нас ожидали 2 месяца назад А потом поняли, что 10 тысяч уже толпа не поверит Ну, 3 500, 2 500, 3 500 Вот Потом, соответственно, у нас эфир может упасть до 1,7 тысяч Сигнал на продажу у нас помечен Ну, и по сути, 15 ноября Давайте посмотрим, где у нас было Это как раз-таки на вот этом обвале Ну, и потом толпа ожидала бы 1 500 или сколько там написали Ну, там, 1 700 Это, получается, у нас 12% еще падения Здесь это падение на минус 20 Ну, и, конечно же, мы понимаем, что Эти отметки у нас не дали Вот, а по итогу цена взлетела еще выше И побрели шартистов Эфир может вырасти 2,3 тысячи Преодолев барьер в 2 тысячи Ну, и 24 числа Да, мы действительно пробили И достигали даже в моменте 2,403 И это было у нас 24 ноября Ну, и вот здесь, конечно же, когда локальный хай Немножко, да, подсбрили лонгистов Вот, как мы видим, грамотно сделали Минус 7%, ну, и потом после этого Полетела цена наверх на те же 2,400 Потом покупка эфира вызвала слухи о цели в 2,3 тысячи долларов 3 декабря это было Ну, и давайте посмотрим 3 декабря, что у нас здесь было То есть 3 декабря вот здесь у нас цена уже летит Ну, и, как минимум, 2,400 все-таки мы достигли То есть, видите, отчасти правдивые прогнозы есть Но, как мы понимаем, какие там нахер 10 тысяч долларов И 2,500 здесь не дали Вот, поэтому они периодически отрабатывают Периодически нет, но в большинстве случаев отработка имеется Прогноз цен эфир на 23,30 годы Достигли 3 тысячи долларов 5 декабря То есть, 5 декабря эта у нас цена болталась вот здесь Ну, естественно, 3 тысячи долларов То есть, даже 2,500 здесь не дали Но уже закладывается ожидание, что, типа, ребята 2,400, 3 тысячи долларов Ну, а прогноз с медвежьей стороны на 23 год Вот это 1250 Ну, и, по сути, что же у нас ожидается? Как мы понимаем, что на данном этапе у нас могут ожидать даже 3 тысячи долларов Но, по факту, как я сказал, этого, вероятнее всего, не будет Там даже ожидалось, сейчас я покажу, 3,800 Ну, а когда начинают за это рассказывать Вот у нас приземление может быть вплоть до нижней точки 1085 долларов То есть, мало кто это сейчас ожидает Понимаете? То есть, это примерно падение в 2 раза Ну, а по факту, как мы видим, если по датам, что ожидается Максимальная цена декабрь 24-го То есть, это 2,500 Я думаю, это может быть и больше Но, по факту, нам говорят, что Если все-таки прогноз цен на 25-й год Это у нас, типа, 3 тысячи долларов Ну, это бред полный Потому что у нас в конце Ну, естественно, у нас до 30-го года прогнозируют Потому что якобы бычий рынок до этого момента может идти Может ли быть такое? Может, но 26-й год у нас, вероятнее всего, у нас будет уже медвежка Ну, потолок 26-й год у нас может быть еще бычка Если затянут резину Но этот бред, что, типа, он будет Только там, блядь, к 30-му году он будет стоить 7 тысяч долларов Да? Это ахинея полная То есть, средняя цена 15,500 Максимальная 17 А 2050-й нам ожидается 33 тысячи долларов Ну, это может быть и реальный прогноз Но я думаю, это может достигнуть намного быстрее И не все доживут, скажем так, до 50-го года И, соответственно, ну, самое интересное Крипта будет ли существовать на тот момент CBDC, понятное дело Но будет ли существовать крипта, вот непонятно Поэтому на данном этапе говорить, что, типа, в 25-м году всего лишь в 3 тысячи Ну, как по мне, это бред Поэтому, но самое интересное, естественно, многие не дочитали до этого момента И тут написано, скоро ли цена достигнет 3 тысячи долларов Ну, естественно, скоро, все же ждут скоро Завтра, там, наверное, да? Вот, ну и, по сути, вот у нас Восходящий тренд эфира продолжится до 3-х 800 К первому кварталу 24-го года Уже помните, там, 2-500, 3 тысячи, уже 3-800 Вот у нас 14-го декабря То есть, естественно, завысили ожидания Ну, и вот здесь, когда цена подросла Потом многие на этих завышенных ожиданиях залетели Минус 6% в ланге опять сбрели Видите, грамотно делают Ну, и, соответственно, ожидания уже даже в чатах я читал От некоторых трейдунов, которые рассказывают, что они там ждут 4 тысячи долларов Чуть ли не в начале 24-го Ну, это бред И вот у нас тот же день, кстати, вышла от U2Day Типа, в этот день достигнет 2-500 у нас, оказывается Ну, вы поняли, да? То есть, 14-го числа, и потом бум Сбрели, и все равно 2-500 круглой отметки заклад Вероятнее всего, да, когда биткоин сейчас сходит на 50-60 У нас в эфире приложивают движение Это будет, скорее всего, в понедельник у нас Выход из этого клина вверх Но, по факту, мы же понимаем, что это загон толпы И никакие там 4 тысячи долларов у нас не будет А будет понижение ставки, я ввал И, вероятнее всего, может начаться Ну, получается, январь-март Вот, 24-го года Комиссия по ценам-магам вынесения вердикта по ETF от эфира Получается, перенесла до 6-го февраля Но, как мы знаем, как мы знаем, да То есть, у нас все это дело перенесли, получается, на май Если кто забыл Поэтому, то, что там в феврале, это все перенесут на май Скриньте Полный список биткоин ETF Ну, как мы видели, я это скидывал в телеграм-канале У нас это Grayscale И, как мы видим, резина растянута с 1-го января По, получается, 31-го марта А вот эти все моменты Как раз-таки, совпадения не думая У нас может быть принятие Ну, вернее, не принятие, а понижение ставки Понятно, да? Биткоин по 80 тысяч долларов уже там в начале 24-го года Битвайс у нас прогнозирует Потом Coinbase запустит международную спотовую торговлю Тоже 14-го числа Ну, перед дампом, да? Недавним, вчерашним Вот, как получить компьютер знания ТОП-6 Learn-to-run программ У нас получается Ну, это на биржах различных Ну, и там, бонус такой Большинство инвесторов ожидает повышение цен От одобрения спотовых ETF на биткоин Ну, то есть, закладывают в умы, что, типа, толпа ожидает позитива Но мы понимаем, что Естественно, может быть, большинство так не думает Но, на самом деле, во-первых, большинство так думает Во-вторых, это закладывается в СМИ Что, типа, ну, ты же с большинством Ты же не хочешь выделяться А то ты смотри Тебя же там, ай-яй-яй, пальчиком помашут Скажут, ты не такой, как все Вот, поэтому и 57% криптоинвесторов Не знаю, откуда у них такая статистика Считают, что в следующем году Стоимость на многие токены повысится Тем более, там, на биткоин с эфиром Не знаю, где они проводили этот опрос Ну, типа, когда же SEC у нас, наконец, определится Ну, а мы понимаем, что Ну, когда определится непонятно И определится ли Вот, поэтому, как нам и сказали Что повысится без особого сопротивления, да Ну, и, по сути, как мы понимаем Естественно, нам нужно быть предельно осторожным И не вестись на эту всю чухню Поэтому круглые отметки не дают Как вы помните Ну, и ожидаем потом дампа Как в марте 2020 года Почему, объяснял в предыдущих роликах Всем удачи, всем пока В понедельник ожидаю движения вниз Выноса шахтистов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!